Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Газ взорвался в пятиэтажном доме Ангарска. Пожара не произошло. Выбило окна, несущие конструкции здания не повреждены. Предварительно установлено, что у квартиры никто не проживал. 15 апреля, когда пришел хозяин квартиры, открыл дверь и включил свет, произошел хлопок. Самостоятельно из дома эвакуировались 8 человек. Предварительная версия случившегося – нарушение эксплуатации газового оборудования. В случае телефонного мошенничества от имени работников МФЦ участились в Иркутской области. Жителям региона поступают звонки от все до сотрудников с просьбой продиктовать код доступа к личному кабинету на портале госуслуг. Злоумышленники могут сообщить о взломе аккаунта, утечке данных или взятом кредите. Как заявили в Министерстве цифрового развития и связи Иркутской области, сотрудники МФЦ, техподдержки госуслуг, другие их организации никогда не спрашивают логины и пароли. В акватории у Стелимского водохранилища ищут водителя УАЗ «Патриот», провалившегося под лед. О происшествии сообщил пассажир внедорожника, оставшийся на берегу. Как отмечает Главное управление МЧС, к трагедии привело нарушение запрета выезда на лед. К поискам на большой глубине, около 40 метров, планируют привлечь водолазов байкальского поисково-спасательного отряда. Спасибо, Диана. В нашей студии начальник прислужбы Главного управления МЧС Иркутской области Андрей Шутов. И он как раз готов нам сегодня рассказать об опасности, которая таит весенний сезон. И начнем, наверное, с новости, о которой сейчас говорили. Вот тонкий лед. Как много закрыли ледовых переправ и как часто все-таки автомобилисты этот запрет нарушают. Да, добрый день. Евгений, ну если мы говорим про закрытие ледовых переправ, в пятницу еще буквально вот недавно было открыто 6 ледовых переправ. На сегодняшний день в Иркутской области действуют 3 ледовые переправы. Это в Нижнелимском, Бодайбинском и Катанском районах. Совсем в северных районах. Там, где еще пока они, еще и морозы более-менее стоят. Они были хорошо укреплены, значит, обслуживающие организации. Но на всех остальных реках, озерах, различных других прудах, естественно, лед уже напитался водой. Толщина сейчас его не имеет значения, потому что структура изменилась. Он стал игольчатый, очень-очень хрупкий. И, к сожалению, мы константируем тот факт, что водители, нарушая все мыслимые и немыслимые запреты, выезжают на лед ради, ну не знаю, там, килограмма рыбы, пусть это будет называть, увлечения посидеть с удочкой на льду. И, к сожалению, случается трагедия, как это было в Устилимском районе. Поиски осложняются тем, что там зона была подтопления, то есть это водохранилище было затоплено. Там много, скажем, леса подтопленного. И водолазы, не все квалификация всех водолазов позволяет работать там. Поэтому будут привлекаться сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда и при помощи беспилотного, ну беспилотника будут искать под водой, чтобы зацепить крюком, значит, автомобиль и поднять его на поверхность. А какие наказания существуют для нарушителей? Ну, к сожалению, штрафы в Иркутской области не такие большие, как нам бы хотелось. Водитель, гражданин, в отношении которого будет составлен административный протокол за выезд на лед в неледовую переправу, составляет 500 рублей. Однако все мы должны прекрасно с вами понимать, что не штраф должен останавливать людей, а риск провалиться, лишиться автомобиля, ну не дай бог еще и жизни. Поэтому не штрафы должны останавливать. Естественно, в этом порядке мы и работаем. Сейчас идет большая работа у нас с правительством Иркутской области об ужесточении, значит, административного наказания за выезд на лед. Однако за последних 3-4 года мы, анализируя ситуацию, нарушений становится все меньше и меньше. Однако последствия становятся все-таки трагичнее. То есть, если мы говорим, в общем, нарушений становится меньше, хотя на то, что люди не выезжают за границу, внутренний туризм начинает развиваться, люди выезжают на лед, к сожалению, вне ледовых переправ. Но именно фиксация таких нарушений становится все меньше, потому что если раньше нужно было инспектору выходить на лед, составлять административный протокол, то сейчас мы можем просто при мониторинге социальных сетей, сейчас очень много людей делают это, просто сами себя фотографируют, при этом при всем есть номер автомобиля. По номеру автомобиля устанавливается владелец и привлекается к административной ответственности. Если ты не прав, ты, конечно, можешь его протестовать, но в большинстве случаев, ну, даже больше, скажем, в 99 случаях из 100 протокол доходит до людей. И люди, понимая, когда 500 рублей раз, 500 рублей два, и так за зиму, например, 3-4 раза, он прекрасно понимает, что он может лишиться определенной суммы, потому что судебные приставы сейчас достаточно очень эффективно работают по выемке штрафов, поэтому, ну, работаем в этом направлении. А вот такой вопрос, извините, а кто компенсирует расходы по поднятию транспорта? Да, вот здесь палка такая о двух концах, вот если мы говорим про Устеримский случай, который автомобил провалился в рамках оперативно-следственных мероприятий, который проводит, ну, оперативная группа, следственные органы, правоохранительные органы, подъем в настоящей технике и трупа, который находится в нем, это проводится за счет государства. Во всех остальных случаях, то есть если вы провалились, автомобиль провалился под лед, вы выбрались, успели, все услуги за подъем автомобиля оказывает сам владелец, то есть он оплачивает работы различных других организаций, есть много таких организаций, которые достают, особенно сейчас на Байкале. Да, кстати, вернемся к тому моменту, что официально зафиксировано, официально хотелось бы сказать, те, кто попадали в сводку в МЧС России, произошло с 1 января по сегодняшнее число, произошло 9 происшествий. Все они произошли, произошли на Малом море. То есть Малое море, к сожалению, у нас притягивает очень много людей, и с этим просто очень много происшествий. Сейчас, в настоящее время, начальник главного управления прорабатывает вопрос с муниципалитетом, чтобы на следующий год открыть ледовую переправу не как вот сейчас мы говорим от Елонцов, ну не от Елонцов, а по Курминскому заливу и до Острова, а прямо, чтобы ледовая переправа шла до Хужира. Но это очень много из проблемных вопросов, очень много подводных камней, потому что это достаточно большое финансирование муниципалитета, и должно быть потрачено на ледовую переправу, поэтому работа продолжается в этом направлении. Пытаемся довести до людей, что только ледовая дорога, только ледовая переправа может безопасно для выезда на лед. Ну да. У меня, знаете, еще к одному весеннему, так скажем, сезонному ЧП, которые происходят, это поводки, вот какой прогноз в этом году дают синоптики, ученые, другие специалисты, и как готовится ваше ведомство, ну и другие службы, задействованные при подобных ситуациях? Ну, 6 апреля иркутские метеорологи у нас выдали прогноз на вскрытие рек, ну, в соответствии с прогнозом и снегозапасы в соответствии норм, то есть ничего такого критичного пока, скажем так, мы не ждем. Вот, но все-таки все будет зависеть от погоды. Если начнется резкое потепление, установятся плюсовые температуры, как дневные и ночные, возможно появление вот этих затороопасных участков, где будут, значит, образовываться заторы, и будут проводиться работы. Но с сегодняшнего дня уже начали работы у нас оперативные группы, межведомственные, это в Тайшетском и в Чунском районах, где на особом контроле река Бирюса сегодня проводится ряд проверок муниципальных образований, точнее муниципалитетов, где дадут оценку действиям администрации, как они были проведены противопаводковые мероприятия, то есть это пиление, чернение льда, ослабление ледового поля. Ну, в любом случае готовы три группы взрывников у нас в Иркутской области, сделан запас определенных взрывчатых веществ, заключены все договоры, контракты, договоры, которые на обслуживание авиационной техники, то есть в любом случае в ближайшее время будет переброшена авиация МЧС России, это в северные районы, то есть это в Киринский район с группой взрывников, дабы быстро реагировать и быть готовым к происшествиям. Ну, конечно же, на особом контроле это и наша река Лена, и Нижняя Тунгуска, традиционно в Катанском районе. Все эти затороопасные участки мы знаем, прекрасно понимаем, про что речь идет на вооружении у межведомственных групп, это беспилотные летательные аппараты, если раньше нужно было тратить кучу, ну, скажем, кучу, ну, даже просто очень много времени для, ну, значит, обследования ледового поля, причем раньше обследовалось только при вертолетном способе, то сейчас при помощи, ну, скажем так, дешевых беспилотников, ну, в плане того, что меньше затрат, мы можем обследовать большую площадь и дать точную оценку складывающей ситуации, потому что вертолет поднимался раньше, там, ну, раз в день, то беспилотник ты можешь поднимать хоть каждые 15 минут, чтобы обследовать той или иной участок. И мониторинг как раз для этого, ну, для этого мониторинга у нас оперативные группы выезжают. На вооружении у них и плавсредства, и эти люди уже имеют гидрокостюмы, большой опыт в работе с населением, ну, и, скажем так, за последних тоже 10-15 лет население уже не то, что привыкло, оно уже знает, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Но дабы этого не произошло, да, не довести, поэтому эти оперативные группы у нас выехали и будут работать. Еще один вопрос такой, как раз в прошедшую неделю новости, которые мы обсуждаем, было такие последние, такие проявления зимы в виде метелей, вот этих снега и такой затрудненной ситуации на трассах Иркутской области. Вот что приходилось делать, как готовиться к этому, реагировать, то есть были ли какие-то сложные случаи из-за этого и так далее. Ну, Евгений, здесь я хочу порадовать наших соседей, наверное, или огорчить. Все-таки мы опираемся на прогноз, который приходит от наших соседей. То есть вот последний неблагоприятный прогноз, который поступил, он, этот циклон пришел у нас с Красноярского края, все службы были уже к нему, в принципе, готовы, и мы видели, как он сначала вошел на территорию Тайшетского района и начал спускаться ниже, ниже до Иркутска. То есть в этом случае наши все оперативные службы были готовы. За два дня мы начали оповещение и информирование населения по принятию необходимых мер. К сожалению, не до всех, конечно, доходят наши прогнозы, потому что люди выезжают на трассу, ну и может быть есть какая-то определенная необходимость выехать с большим грузом, либо просто дальнобойщики идут, которые едут по трассе, экономят и время, и, значит, и средства не пережидают и начинают движение, и, к сожалению, образуются заторы. Но за последний, который был у нас с вами в субботу, циклон, который поступил, точнее, вошел на территорию Иркутской области, в чрезвычайной ситуации не было зарегистрировано, были кратковременные отключения в двух населенных пунктах, и то это сработала автоматика, то есть здесь человек, в принципе, к этому не может быть подключен. Ну и несколько таких небольших аварий. Да, мы понимаем прекрасно, что это была суббота, это не будний день, если был бы будний день, конечно, было бы нам все намного сложнее, люди бы выезжали и на работу, и наш традиционный микрорайон лесной, и доблестный ерши там, ну вот эти вот районы, которые славятся своими горками, покатушками. Поэтому все это, скажем так, повезло, что в субботу, но мы не снимаем ответственность, мы говорим, что мы делаем все возможное. Здесь все зависит от того, как человек себя поведет в чрезвычайной ситуации. Если мы с вами открыли окошко, ну там утром проснулись, идет снег, сильная метель, то мы должны быть готовым к реагированию. То есть это в любом случае не летняя резина на автомобиле. То есть если, конечно, не путешествие на Байкал, чтобы пересечь его там... По тонкому льду. По тонкому льду, да, совершенно верно. Или выход там в туристические группы, в горы. То есть, конечно же, сам человек, сам гражданин должен быть адекватно оценивать ситуацию, которая складывается у нас за окном, и быть готовым. Всегда говорят, вот МЧС предупреждал, или там метеорологи предупреждают, а прогноз не сбылся. Есть и такое, потому что, к сожалению, наша территория очень большая, Иркутская область. Если прогноз не сбылся, например, в городе Иркутске, то в Братске или в Устеримске он уже, ну, как бы, свершился, и это факт. Поэтому... Так вот момент. Погода непредсказуема. Понятно. Вот перед этим предыдущей непогода, когда было больше отключений электроэнергии и так далее, там сложнее, ну, как бы, пришлось реагировать и большую силу... Ну, во-первых, это был понедельник. К сожалению, мы говорим, что люди поехали на работу и начинали попадать в различные дорожно-транспортные происшествия. Но отключения были связаны с тем, что снег был намного обильнее, шли осадки, ветер был намного сильнее. И в настоящее время, если мы говорим про отключение электросетей, то электросетевые компании, которые, ну, на последних заседаниях КЧС, было принято решение, чтобы в превентивных мерах дабы не допускать возгораний и различных других коротких замыканий на сетях, просто автоматика срабатывает и бригады сетевых компаний зачастую в первые 2-3 часа находят эту аварию и подключают населенные пункты. То есть все это проходит в примитивных мероприятиях, никаких обрывов там или там сгораний трансформаторных подстанций допущено также не было. Что ж, спасибо большое. У нас еще один блок новостей впереди и дальше продолжим наш эфир. Школа номер 21 Иркутска стала обладателем медали летчика-космонавта СССР дважды Героя Советского Союза Бориса Волунова. Почетный знак директору школы в День космонавтики вручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Именно в этой школе работала первая учительница Юрия Гагарина. Во время церемонии передачи медали космонавт Борис Волунов пообщался с детьми по громкой связи. Он пожелал ученикам школы быть полезными родине и пообещал помочь тем, кто мечтает связать свою жизнь с космонавтикой. В Иркутске продолжается региональный этап Всероссийского фестиваля студенческого творчества Студ Весна 2023. Сразу несколько иркутских фузов стали площадками для конкурсов вокалистов, танцоров и журналистов. В концертном зале художественной прошел премьерный показ спектакля «Ты и я», подготовленный студенческим театром Байкальского госуниверситета. Церемония награждения победителей фестиваля и гала-концерта состоится 25 апреля. Кандалы, полицейские мундиры, уголовные дела жандармского управления в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 13 апреля открылась новая выставка. Она посвящена истории ссылки и кадрки в Восточной Сибири. Экспозиция показывает быт заключенных, условия содержания, их творчество, личные вещи и фотографии. Итак, вернем, теперь мы переходим к музейной теме. Директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Ступин в нашей студии. Сергей Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Вот у меня есть вопрос. Я сейчас прочитала. На самом деле тематика этой выставки звучит немного мрачновато. Можете, пожалуйста, рассказать, почему выбрана именно эта тема? И вот лично от меня вопрос, можно ли туда пойти с детьми? Да можно. У нас на открытии были совсем маленькие. Ну, с родителями, понятно. Вы знаете, вот с чем выбор темы связан? Есть некий стереотип в отношении Сибири, и он во многом справедлив, что Сибирь вместо каторгии ссылки. И действительно, если мы смотрим статистику, у нас очень много было уголовных заключенных, в меньшей мере, чем, может быть, кажется, политических ссыльных. Но и есть определенные стереотипы восприятия. То есть мы считаем, что именно вот наша территория, она как-то уникально по-особенному. Ну, достаточно вспомнить Александровский Централ, да наши кресты, не кресты, конечно, тюремный замок. Тюремный замок, да, да, да. Что говорить, да. Поэтому очень важно донести максимально адекватную информацию для того, чтобы разрушить стереотипы и вместе с тем дать реальную картину, чтобы люди понимали, что же это такое. Потом ведь от тюрьмы и от сумы это, в общем, не просто расхожая формула, а одно из правил жизни. Как уж к этому относиться? Другое дело, но так и есть. И вот заведующий отделом Окно в Азию Сергей Николаевич Нарвайшас, он, как он признался, пять лет вынашивал эту тему, потому что надо было подобрать экспонатуру, то, что называется, выбрать из фондов музеев, а у нас так, на минуточку, 500 тысяч единиц хранения, из них 250 тысяч основного фонда. есть где покопаться, прямо скажем. Есть где выбирать, да, и вот, кстати, одним из открытий этой выставки при подготовке стало нахождение дела Германа Лопатина, известного народовольца, причем в том фонде, который, казалось бы, вообще не имел отношения к этой теме, и на сегодня это, ну, такая вот исторически музейная бомба, будем писать соответствующую статью по этому сюжету и так далее. На выставке присутствовал видный и авторитетный исследователь этой темы профессор Александр Александрович Иванов из Госуниверситета, и он был удивлен некоторым экспонатом, хотя, казалось бы, он абсолютно в теме. Ну, и чем у нас удивить, казалось бы, да. И вот он нашел рисунки, акварели, заключенные, которые рисовали, будущие, находясь в Александровском централе. Он говорит, вот этот сюжет мне совершенно неизвестен, и там картинки из жизни, из бытования, и прям по картинкам можно какие-то делать реконструкции, понимать, как была устроена эта жизнь. Поэтому, ну, одно из таких, одним из мощных экспонатов, я считаю, является дверь из Александровского централа. Вот она, та самая дверь, куда подавались пища, подавались где. Ну, это оригинально. Да, это оригинально, и такой музейный ход мы придумали, туда поставили зеркальце, и вот когда человек смотрит, он видит себя, ничего себе. такой элемент хоррора, но это вот как раз к вопросу не зарекайся. Понятно. Около двухсот экспонатов, это, я считаю, очень серьезная работа, и надеемся, что это не просто такой праздный интерес к какой-то щекотливой теме, для того, чтобы понимать, как это у нас все было. Ну, что говорить, это часть сибирской истории очень значительная. Знаете, я вас вот что, у вас хозяйство большое на самом деле, у вас же несколько отделов, это Ледокол Ангараи, Музей Распутина, всем экспозиционно выставочных. Да, вот как, ну, это логистикой, конечно, не назовешь, но планирование, наверное, вот этой вот деятельности, когда, где, какую тему расположить, то есть, как вы вот эту шахматную доску планируете, перемещаете, и так далее. У Байкальского университета недавно утверждена программа развития до 2032 года. Совершенно верно. Мы утверждаем каждые 4 года концепцию развития музея, в которую вмещаем все наши отделы, а у нас 7, вы правильно не сказали, что очень много разноплановых совершенно. Ледокол Ангара, ну, сам по себе уникальный объект. 5 лет назад мы открыли музей Распутина. На севере области, в поселке Анга, у нас культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Вениаминова. Ну, а здесь, в Иркутске, мы же с вами соседи, вот по этой линии, по Карла Маркса, Карла Маркса 2, отдел истории, как еще говорят, у царя, Мавританский замок, один из титульных наших отделов, кстати, подготовлен проект реставрации, он сейчас проходит экспертизу, что, если все будет хорошо, а губернатор лично заинтересован в этой теме и очень помогает нам, то, я думаю, здесь не будет такой долгой истории, как типа ТЮЗа, там, и так далее, это все достаточно быстро может произойти, тем более, объем финансовых средств не такой большой, как можно было представить. На этой же линии у нас отдел природы, музейная студия и в здании Карла Маркса 13 у нас фондохранилище. Это вот такое сердце музея, потому что я уже говорил об обилии экспонатов и наша задача музейщиков, помимо того, что просвещать, то есть демонстрировать экспонаты на выставках, это сохранить то, что нам передать наши предки, сохранить и приумножить и передать последующим поколениям. Ну вот, по счастью, мы решили практический вопрос по новому фондохранилищу, мы отремонтировали помещение бывшей типографии номер один, более тысяч... Тоже рядом здесь со всем с нами, да? Это все рядышком, типография Пасухина-Макушина, и там, где у нас музейная студия, сейчас идет большой ремонт, буквально пару недель назад мы начали, и там будет у нас, согласно концепции развития музея, на ближайшие четыре года, музей мебели. Мебели? Да. Очень интересно. Суть в чем? Ведь каждый предмет мебели, он несет в себе, на себе, или в себе, как угодно, тепло тех хозяев, которые пребывали, сожительствовали, находились в этом пространстве. какие-то удивительные комоды, там, физгармония, это, все это передавалось людьми, которые в истории Иркутска очень знаменательные и внесли вклад. Да, конечно, это и материалы, и дизайн той эпохи, а может быть, и бриллианты мадам Петуховой, зашитые в нем. Да, 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 и вот у нас будет в одном из залов такой аудиоспектакль, мы выбрали восемь предметов мебели разнообразных, написан текст, очень хороший текст по каждому из этих предметов, уже артист драматического театра начитал этот текст, и сейчас пишется музыка, все это будет сопровождаться световым решением, то есть, такой аудиоспектакль где-то на 40 минут в интерьере этой старинной мебели. Да, да, да. Вот, это к вопросу, как мы планируем, вот концепция обсуждается со всеми отделами, потом мы ученым, ученый совет музея говорит нам, да, это, наверное, правильно придумали, и начинаем реализовывать эти планы в течение четырех лет. А меня, как представителя молодежи, очень интересует, планируется ли создаваться какие-то новые проекты специально для молодежи, какие-то выставки и так далее. А что вы понимаете специально для молодежи под этим? Сейчас, наверное, молодежь больше интересуется блогерами, всякими техникой, техническими технологиями, всем таким. Мультимедийными всякими фишечками, да. Я вам, знаете, скажу, что вот отдельно ориентироваться только на потребности молодежи, это не совсем правильно. Почему? Потому что сегодня вы а кто тогда пожилые или там люди более зрелого возраста или те, кто еще школьники, что они не должны ходить тогда на эти выставки? Ну вот выставка должна быть прежде всего интересной с точки зрения того материала, который... Как раньше говорили, ширно-рмаз, то есть широкому кругу потребителя, да? Я согласен с вами, что, конечно, современное мультимедийное оборудование, оно усиливает впечатление и работает в целом на реализацию той цели и задач выставки, которые появляются. Ну вот, допустим, музей Распутина, которому 5 лет, он... В нем широко задействованы мультимедийные технологии, это все срабатывает и по Пушкинской карте очень много молодежи ходят сейчас туда. Вы бывали там? Конечно. Да? Да. Какие у вас впечатления? Ну, если честно, ну, конечно, мне все понравилось, все было интересно, но хотелось бы побольше какого-то интерактива, наверное. Интерактива? Может быть, может быть. Я хочу сказать, что одно из концепций художественного решения этого музея, которое, к сожалению, в последний момент было отодвинуто. Там как раз именно интерактивная составляющая была, преобладала. Но у нас же город, где очень трепетно относятся к некоторым и заслуженно трепетно к таким именам, как Распутина, Вампилов и родственники, и друзья сказали в последний момент, наверное, это будет слишком модерного. Давайте попытаемся представить, как бы на эту экспозицию отреагировал сам Валентин Григорьевич и его героине. Вот пришла бы бабушка, да, как герой основной герой его произведения, он же сам в шутку называл себя дамским писателем. И что бы она сказала? Ну, что-то тут как-то вот... Перемудрили, да? Знаете, у меня еще один вопрос, Сергей Геннадьевич. У нас времени не так много осталось, но я хотел бы еще одну категорию посетителей. Ну, то есть, про молодежь мы поговорили, важный момент, но музеи в том числе создаются для гостей города. Несомненно, чтобы познать город, чтобы понять его, посетить музей. И я думаю, что в этом году у нас летом будет наплыв очередной раз и внутренних туристов, и зарубежных, китайских, в частности, которые ходят. Ориентируетесь ли вы как-то вот на эту категорию, то есть, придумываете ли что-то вот именно для приезжего гостя, те, кому интересна вот история, когда они приехали в Иркутск. Совершенно согласен. Мы, конечно, учитываем этот фактор, потому что любой, и то, что развивается внутренний туризм, для нас это большое благо. И люди, которым интересно не просто проездом через Иркутск на Байкал, едут же на Байкал, мы понимаем, но у них есть какое-то время и желание все-таки познакомиться с Иркутским, они должны получить информацию и удовлетворить свою потребность, чтобы почувствовать город. А как почувствовать? Это вот мы очень много ругаем, что у нас в ненадлежащем состоянии памятники деревянного зодчества, это все так, но ту атмосферу, которую дает деревянный город, ее больше нигде нет. Следующее желание узнать что-то по истории этого места, музею в прошлом году мы отметили 240 лет, 240 лет. Само собой, что эта традиция музейная, которая накапливалась веками, она каким-то образом реализовывается в экспозициях, поэтому у нас богатейшая археология, у нас большая история, связанная с освоением этого края с 17 века, там столько интересных сюжетов, у нас есть, ну вот я говорил Сибирь, история каторги и ссылки, это тоже наш сюжет, я думаю, это тоже будет привлекать, почему-то не посмотреть, недавно мы открыли еще выставку по старообрячеству, старообрячество ларец традиций, старообрячество это явление, которое до сих пор приковывает внимание ну всякого просвещенного человека, потому что хочется понять, а что же за люди такие, почему именно так, только ли дело в двуперстии или в трехперстии, да, нет, это очень большой культурный такой подтекст, и нам эту выставку помогал делать ведущий специалист по старообрячеству профессора Иркутского университета Александр Валерьевич Костров, который авторитетнейший специалист именно по этой теме, и кстати 21-го будет им проведена будет авторская лекция тоже в окне в Азию, милости просим, это безусловно интересно, поэтому конечно учитываем ледокол, это вообще уникальный объект, ну да, такого я даже не знаю, есть где-то или наверное нет, нет, вот есть потрясающий музей мирового океана в Калининграде, но такого объекта у них тоже нет, потому что в 1900-м году ледокол был собран, сделан там в Нью-Касле, а собран был у нас здесь на Байкале, и это единственный музей на воде, не просто вот что-то законсервированное и так далее, он стоит на воде, в этом году у нас достаточно масштабные там работы связаны, подсветку мы сделаем, совсем по-другому он заиграет, отремонтируем три помещения, три каюты, сейчас есть экспозиция, есть потрясающее машинное отделение, вот когда туда спускаешься, любители хард-рока, они наверное понимают, что это такое, там действительно хард-рок, у нас время эфира стремительно заканчивается, я благодарю вас, я благодарю Андрея Шутова, благодарю мою соведущую Диану Чепизубову за участие в этом интересном эфире, но время подходит к концу, поэтому я, Евгений Павлов, с вами прощаюсь, это была программа «Семь дней», мы обсуждали обзор событий прошедшей недели, спасибо и всего доброго. Продолжение следует...